Представляем вам сравнительный тест наиболее популярных моделей бытовых бензопил. Сравнение проходило в несколько этапов. Оценка комплектации, оценка производительности, оценка расхода ГСМ и экономичности, оценка моторесурса и степени износа. Начнем, пожалуй, с оценки комплектации. Она у всех бензопил примерно одинакова. К основным различиям можно отнести качество ключей. Лучшие качества отметим у бензопил Фореста и Гранхельм. Также бензопилы Фореста выделяются наличием удобного чехла для инструмента. В остальных пилах инструмент в пакетиках, а их качество невысокое. Инструкция по эксплуатации. Стоит отметить вспомогательную наглядную инструкцию по сборке в бензопилах Фореста. Оценка эргономичности. Пилы Фореста, Баумастер, Верк, Кентавр и Белмаш обладают системой легкого запуска, что добавляет удобства эксплуатации. Наиболее удобная посадка в руке у бензопил Фореста. Благодаря оптимальным размерам рукоятки для рук достаточно места. А все элементы управления в комфортном доступе. Стоит также отметить тяжесть бензопилы Гранхельм, что явно не добавляет удобства при работе. Оценка производительности. 10 минут на максимальных оборотах плюс 15 резов бревна. Карпаты КБП-3800. Отработала 10 минут на максимальных оборотах. Трижды глохла. Для пилы характерна сильная вибрация и высокий расход топлива. 240 мл на 15 резов. Это наиболее прожорливая пила теста. Ко всему прочему, еще и быстро затупилась цепь. СВИТИСЬ БП-4500. Отработала на максимальных оборотах 10 минут. Расход топлива умеренный. 130 мл на 15 резов. Расход масла для цепи высокий. Для пилы характерна средняя вибрация. БАУМАСТЕР GS9945. Цепь и шины из комплекта не подходила к пиле. Тест проводили после замены оснастки. Отработала 10 минут на максимальных оборотах. Характерен высокий расход топлива. 205 мл на 15 резов. Вибрация средняя. УРАЛ УБП-4500. Отработала 10 минут на максимальных оборотах. Расход топлива выше среднего. 170 мл на 15 резов. Средняя вибрация. Большой расход масла для цепи. ГРАНХЕЛЬМ GS5818-2. Тестирование проходил второй образец. Так как первый не держал обороты и постоянно глух. Отработала 10 минут на максимальных оборотах. Расход топлива и масла в пределах нормы. 135 мл на 15 резов. Пила тяжелая с очень слабой амортизацией. Что выражается в очень большой отдаче и нагрузке на руки. КЕНТАВР БП-4521ТМ. Отработала 9 минут на максимальных оборотах. Дальше закончилось топливо. Во время работы сильно вибрировало. Постоянно заедала цепь. Неисправный аварийный тормоз. Видимо брак. Постоянно заедала. В итоге расплавился пластик. Расход масла и топлива высокий. 190 мл на 15 резов. ВЕРК WS-4500М. На максимальных оборотах отработала 5 минут. Вследствие сильного износа поршневой группы, царапины поршней и цилиндра, вышло из строя. Тест нарез проходил второй образец. Показала умеренно расход топлива. 140 грамм на 15 резов. Все это при большом расходе цепного масла. Для пилы характерна средняя вибрация. БЕЛМАШ БП-4500. Отработала 10 минут на максимальных оборотах. Расход топлива умеренный. 150 мл на 15 резов. Расход масла для цепи также в пределах нормы. Низкий уровень вибрации и комфортный рез. БЕНЗОПИЛЫ ФОРЕСА. Все образцы отработали по 10 минут на максимальных оборотах. Характерен невысокий расход топлива. 100-140 мл на 15 резов. Оптимальный расход цепного масла. Низкий уровень вибрации и плавный рез. Наибольшая скорость реза. ВЫВОДЫ. Если бюджет слишком ограничен, а потребность в использовании пилы невысокая, тогда можно рассмотреть торговую марку Свитикс. Если же требуется недорогая надежная пила для частого использования, хорошим выбором будет Белмаш. Лучшим образцом в тестах показали себя пилы Фореста, которые обладают лучшими качественными характеристиками среди пил как своей ценовой категории, так и среди пил с более высокой ценой.